Ну а пока, конечно, весь мир на самом деле внимательно следит за тем, что происходит сейчас в Триполи. По станции не захватили город, а сторонники Муаммара Каддафи не выбили их из города. Такой вывод можно сделать из противоречивых сообщений, поступающих из ливийской столицы сегодня. Ситуация меняется каждый час. Где находится сам Каддафи, до сих пор неизвестно. И вот наш обозреватель Александр Медведев сегодня следит за событиями в Ливии. И, коллега, появилась ли какая-то все-таки ясность, определенность к шести вечера? Кто кого? Коллеги, добрый вечер. Ясности пока все-таки нет. Бои идут по всему городу. И активная перестрелка происходит в районе Баб-эль-Азизия, где находится хорошо укрепленный бункер Каддафи. И сейчас вы как раз видите кадры, которые совсем недавно передавало агентство Associated Press из Триполи. Самые свежие сообщения из города появляются в Твиттере Би-Би-Си. И вот некоторые из них. Корреспондент Би-Би-Си пишет, например, из Бенгази. По сравнению с приподнятым настроением повстанцев в понедельник, связанным с успешным штурмом Триполи, сегодня оппозиционеры настроены менее оптимистично. Они понимают, что ожесточенная борьба за столицу может продолжаться еще долго. Более того, даже если Каддафи свергнут, могут появиться новые трудности, поскольку в рядах оппозиции уже просматривается раскол. Радиостанции ливийских повстанцев сообщают, что им удалось штурмовать один из основных входов, это самая свежая информация, в комплекс укреплений, где может скрываться Каддафи. Это пишет еще один пользователь. Ливийская армия наносит удары по Месрате, но повстанцы чувствуют себя там уверенно, утверждает еще один пользователь Твиттера Би-Би-Си. «Только что вернулся из района Фернаш, рынок Илоити открыт, я купил свежего молока», сообщает третий человек. Источники Би-Би-Си утверждают, что повстанцы захватили международный аэропорт. Тем временем ливийские войска беспорядочно обстреливают повстанцев из ракетных установок «Град». Об этом в своем твиттере написала корреспондент телеканала «Аль-Джазира» Зейна Ходр. Вчера повстанцы на удивление легко вошли в Триполи и поспешили заявить, что город захвачен на 95%. Армия бежала и можно праздновать победу. Вчера же агентства передавали вот такие кадры, на которых хорошо видно, как повстанцы почти свободно разъезжают по городу, но к ночи понедельника ситуация резко изменилась. Сенсационным стало появление перед западными журналистами сына Каддафи Сейфа Улислама, которого якобы сначала взяли в плен, а потом он бежал каким-то чудом. Сейф Улислам дал несколько интервью, в которых говорил, что на самом деле военные контролируют город и даже предлагал журналистам небольшую экскурсию. Другой сын Каддафи, Мухаммад, которого захватили вчера повстанцы, был освобожден его сторонниками. Дом еще одного сына полковника Саади сегодня был разграблен, об этом пишет Daily Telegraph. Дом, кстати, находится рядом с убежищем Каддафи, который сейчас штурмует. Практически никто не сомневается, что, несмотря на сопротивление, очень ожесточенные сторонники Каддафи все-таки обречены. И западная пресса сейчас сравнивает то, что происходит в городе с Берлином в мае 1945 года. Коллеги. Спасибо, Александр Медведев, о ситуации в Триппе.